Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект Ладное Я. И сегодня мы поговорим о том, над чем размышляют очень много женщин и впадают от этого в такую меланхолическую депрессию, я бы даже сказала. Хочу того, не знаю кого. Кого знаю, не хочу. Этот вопрос я слышу на консультациях, но вот если по теме замужества, то это, наверное, каждая первая консультация. И, наверное, первая в серии консультаций, с которой мы начинаем разбираться с тем, а почему же я не могу выйти замуж, что со мной не так или почему у меня не получается. Женщины говорят, я не вижу вокруг себя мужчин, вот я хочу такого, я знаю, кого я хочу. Они приходят и первое, что они мне с порога сообщают, Алла, я знаю, кого я хочу, но я знаю, таких мужчин не бывает. И у меня возникает логичный вопрос, а если таких мужчин не бывает, зачем вы их хотите? Вы думаете от того, что вы их будете хотеть, они материализуются как-то? Нет, они не материализуются. Мало того, если вы себе придумали или подобрали такой, из разных источников, собрали себе такой сборную соляночку образ, мужчины, которого в природе нет, чтобы он был и нежным, и участливым, и заботливым, и трепетным-трепетным, чувственным, и вместе с тем строил мужиков всех остальных, зарабатывал бабло, прогибал под себя мир. Мои дорогие, ну, он порвется, но он не сможет быть таким. Просто потому, что это два абсолютно разных устройства, нервной системы, поведенческих моделей, жизненных стратегий. Это абсолютно разные люди, ну, практически с разных планет. Потому что реализовать это все в одном человеке невозможно. Он просто сам не выдержит жить. Может быть, он, конечно, и будет такой, но, извините, пожалуйста, обитать он будет в дурдоме. А вы же не оттуда хотите себе жениха, вы же хотите нормального, правда? Особенно, наверняка, если сопоставить его чувственность, его заботливость, нежность, трепетность и способность зарабатывать деньги, вы наверняка скажете, пусть лучше бабло зарабатывает с нежностью и чувствами, я как-нибудь разберусь. И он же все равно не будет чурбаном бесчувственным. Он хоть что-нибудь же он сможет чувствовать. И вот здесь начинается уже работа с нормальными ожиданиями, с нормальным образом мужчины и с представлением о том, какие мужчины бывают. Для того, чтобы вы не витали где-то в облаках и не мечтали о недоступном. Кстати, почему вы мечтаете о недоступном? Потому что доступные мужчины, с тем, с кем вы общались до этого, они точно не вписываются в эти рамки, и они вам причинили очень много боли. И именно поэтому вы, отталкиваясь по принципу «я не хочу того, что у меня было», вы придумали себе новый образ, и он вам кажется абсолютно безопасным. Но Вася из дурдома, он точно не опасен, вернее, небезопасен, он буйным может быть абсолютно нормально, когда его будут накрывать приступы, когда он захочет прогнуть под себя весь мир. А так он будет, конечно, плакать у вас на коленках, и вы будете его гладить по голове, только кто зарабатывает деньги будет в это время. Не знаю. Наверное, вы, правда. Так вот, что сделать так, чтобы вы начали видеть реальных мужчин? С ними надо для начала начать просто общаться. Не общаться в том, чтобы бегать на свидание, пытаться их соблазнить, пытаться их там закадрить или еще чего-нибудь. С ними нужно просто для начала научиться разговаривать. Просто о чем угодно. О солнышке на улице, о том, что наступает осень, как подготовить дом к зиме, как заработать деньги или как сделать отчет, спросить, чем они интересуются. То есть надо проявлять к ним интерес. И что тогда перед вами откроется? Тогда вы перестанете бояться вот тех вот чудиков, которые сидят у вас скелетами в шкафу, которые вас пугают оттуда, они перестанут быть актуальны, потому что на сегодняшний день, пока вы не общаетесь с реальными мужчинами, только те скелеты из шкафа являются мужчинами в вашей жизни. А они страшные. Значит, надо заполнить эту пустоту, надо дать себе другой опыт, который вам принесет новые знания, новые представления о мужчинах. И тогда вы уже сможете с ними общаться не с позицией, они страшные, боже мой, мне бы кого-нибудь, лишь бы не такой страшный, а вы начнете общаться с ними, боже, как же с ними хорошо, они такие кайфовые. И вот это для вас несет очень много ресурсов. И тогда сам по себе ваш образ, какого мужчину я хочу, он претерпит изменения, он трансформируется. И это уже будет мужчина, что называется, на двух ногах, с двумя руками, с головой, который что-то может предложить вам, которому интересны вы, с которым вы можете строить отношения. И это уже не будет так пугать. И вот с этого момента, когда это перестанет вас пугать, вы уже можете спокойно начинать искать мужчину для серьезных отношений. Я думаю, вам понравится такой подход, и мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились своими идеями, мыслями, а может быть и желанием даже распрощаться со своими скелетами из шкафов и определиться, как начать видеть новых мужчин, в комментариях под этим видео. Ну и жмите лайки, если видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, здесь под этим видео. А я вас буду ждать в следующих видео и буду делиться с вами самой актуальной информацией о женском счастье и о том, как быть любимой и счастливой. Пока-пока! С вами была Алла Касаткина и проект «Ладное я!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok